Толик отказался открывать вечер, говорит, я все скажу в перерыве, ну вот, в общем, все очень в свободном формате, так и должно быть, я просто потрясен явкой публики, половину разгуляю здесь, причем лучшее присутствует, как я понимаю, самое прекрасное. Включай Мишу, нашу якобы дорогого, Сережу Бусева-Бескова, ну всех не перечислить. Так, ну сегодня интересная такая импровизация получилась у Толи Сидейковой, говорит, давай разгуляйский вечер сделаем, котово полковника позовем. Я подумал, что это хорошее предложение, потому что давненько не было, тем более, особенно Толика, он сейчас редко появляется у нас на публике, по определенным причинам. И сегодня мы с Котовым, пока фото вещей нету, это меня немножко волнует, так бы не остаться одному на разогреве у Толика в зазновке. Мы ему отдали второе отделение, вот, поэтому, по сути, это получается по большей части Толика в концерт, он готовился целую неделю. Планы себя и Джон Сильвер нашего куста разворяем. Вот, ну и я пойду сделать такую немножко ретроспективную мемориальную программку и буду подглядывать, извините меня, блокнот, потому что все подглядывают, и я тоже. Жванецкие подглядывают, Фознер, Фернер, все подглядывают, а многие прям поют с места. Значительные части песни моей будут в створе разгуляйской жизни, и такие довольно живые. В отличие от других моих программ, которые тематически, как правило, были у меня в последнее время, вы знаете, что... Я начну выступление, тоже в импровизированном порядке, с самой ранней песни, с одной из самых ранней, которую я написал. Давно я ее не пел, и вот сейчас в Краснодарском крае мы сказали, что это песня хорошая, я подозревал, что она плохая, они сказали, что хорошая. Поэтому я стал спать петь. Песенка написана в 1972 году, на Гражданах, песен Владимира Владимировича Турьянского. Я тогда завалил, разумеется, когда познакомился с творчеством его песнями, и, прежде всего, ударила по голове его ковбойское тево. И вот в 1972 году я написал песню под названием «Три ковбоя». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Трохуу! Вот эта компания! При закатную прерью лился пурпурный свет И, погромая солнце, к горизонту клонилось Выбер с грохотом двери, аж вернув в табурет Трое пьяных, как бой, в наш салон завалить Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ребята, там был, было что посмотреть В этот вечер веселый Кто сидел, тот упал, кто лежал, тот скачил Все спротели за кольты и засмитые сады Сорв пять человек, кто скалом, кто скалом На троих негодяев набросились скобом Трофельку лилась и кипела ключом Пули своем летели, вей, обсмылила спина Ой-ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, там был Сорок пять человек, как один, были биты, Но трое парней здоровенно хромил, Трех коней заселся, заплатив за убыток. Но случилось так, что из прерий ночных На салон налетели пара сотерокезов, И скакали они на своих вороных, С диким воем пуля я из берданы обрезал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я случайно там был, И ракеты скакали вокруг, да скакали. Но трое парней здоровенно хромил, За пятнадцать минут всех перестреляли. А трактирщик-то время, он время зря не терял, Он к шерифу поехал, мол, спасе их убивают. И шериф петь девизит, отборность послал, Чтоб троих не гоняют, скрутить и доставить. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, Я случайно там был, видел я, как гвардейцы, Бросив знамя бежали, но трое парней здоровенно хромил, Трех коней заседлав, не спеша поскакали. Было время заката, и диск золотой Опускался неспешно за горб горизонта, И останки солуна дымились горой, На скакали беспечно среди парелей пизоны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яйо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-ю-йо-йо-йо-йо-ю-йо-йо-йо-йо-ю-йо-йо-йо-йо-йо-ю-йо, Вот это компания. Спасибо, спасибо за такую добрую реакцию, за поддержку публики. Ну вот, следующая песенка написана в створе «Разгуляйской жизни», называется она «Привиальная». Сегодня я буду частенько поминать себе своего прекрасного товарища, который здесь сидит, моего одного из лучших друзей. Только заставки, но потому что мы с ним свистники горные, и вообще по жизни так получилось, что практически брат второй. И эту песню, которую я написал на драчах, тоже его песня, песня называлась «Песня, начавшаяся с банальной рифмы», да? Я подумал, надо мне тоже что-нибудь такое завернуть, но я назвал песню «Тривиальная». У него банальная, у меня тривиальная. Диск земной лежит, ночи прекрасны под луной. Залитый светом ясным снов, неверных зыбкий туман, приходят спящие дома. Жизнь царит на голубой планете, в них кружит, людей несет по свету каждый шаг. Начало пути нам суждено вперед идти. Нас несет весна по рекам бурнам, нас ведет, ржаня на Кольской тундре. От тепла ночлега в чужих дорогах вроде бежит. Шорок звезд, ночи тревожны, слышат над землей. Таит светлый крыша, утром в путь холодный рассвет. Нам равнодушно смотрит свет. В сотый раз печаль тебя догонит и на нас. Судьба ведунку ронит ясный свет. Далеких вершин подарит на покой души. Нам рубить, дураку в тайге, в завалах, крылучья бить. На почерневших скалах смотрят вдаль. Не верят слезам судьи, а от ветров в глазах. Вот петон, нам свет глядят с усмешкой. Но смешон, кто осудил поспешно жизнь. Пройдет и грянет итог, где нет расплавы суетой. Наш итог в кармане оттянет пыль дорог. Друзья, наша память без печали смотрит назад. Что можно больше вам сказать? Семь ветров для нас отбой сыграет. Свет костров сойдет за нами встанет. И взойдет для нас всегда надежда и без звезда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Среди каждой песни есть что рассказать. Вот мы у Леши Петушкова позапрошлом году, и в прошлом году, по-моему, даже несколько сделали гигантских концертов. По 8, по 12 часов, где я болтал сколько хотел. До последнего, так сказать, зрителя, но зрители упорно не уходили. Правда, менялись по сменам. А сейчас надо быть немножко покороче, пособранней. Ну вот, значит, такая песня, которую я, познакомившийся с полковником, нас познакомил с Орзовством. Я написал как посвящение Толи. Я пришел в компанию Розгуляйскую и понял, что я попал на пиратскую сходку. И примерно в таком ключе и представил себе наше знакомство. С тех пор вот он Джон Сильвер, а я Джордж Лерри по-жизни. Рассказ о нашем знакомстве. Толи обвезел у меня очень сильное впечатление сразу, и на протяжении ряда лет я просто считал его своим наставником. Придела пуля, молнии сверкали, и тучи рвались в клочья в небесах. И тут сквозь чащу все мы увидали, пиратский бриг весь в черных брусах. На грязной тряпке, как давно ведется, веселый Роджер вылился сквозь пыль. Я прочитал, хоть тучи скрыли солнце, в потьмах название брига оверки. Всю ночь мы бились в очень жуткой складке, утру раздался истеричный крик. Сам капитан, полковник Лихорадкин, в дыму на верхней палубе воззиник. Его очки разбитые сверкали, в кровавых вспышках молнии шаровых. Мульт в бунтерпарадной, в золоте регали, в руках гитара, в дырах пулевых. Бандюги взвыли, тут же осверели, а мы сломались, видимо, всем хана. Нас повязали и топить хотели, но Лихорадкин крикнул «Тишина!». Все замолчали, а полковник вынул свой золоченый краденый киншал. И стал бросать всем черную пучину, сначала жилы нам перерезал. Он подошел ко мне, взглянул сурово, а я ответил с вызовом на взгляд. Он ухмыльнулся, паренек толковый, и крикнул «Ну-ка, жило развязать!». Так я остался жить на белом свете, стал мне полковник, друг, даже брат. Я пригласил его на пьянку эту, и я, представьте, всех вас видеть очень рад. Вот так мы подготовились в истории. Ты помнишь, что ли, этот эпизод? Ты был жестокий, но добрый. Таким, кажется, и остался. Ну вот, а потом прошло какое-то время. Настала пора десятого слета, я уже прописался более-менее в «Разгуляе», хотя нет, кто в группу официально не принимал никогда. Стал таким дружественным хвостом. И когда состоялся десятый слет, я подумал, надо написать посвящение «Разгуляе». Все-таки десятый юбилейный. Написал, приехал, хотел где-то его спеть. Составляли программу, про меня совершенно забыли. Списки не внесли. Концерт сверстан, я со своей этой юбилейной песней, не знаю, куда мне соноса, разозлился, я, знаете, до бешенства выжжал бутылку водки, пошел и петь по кострам. Вот. Сейчас, значит, тональность. Вот, это будет тональность. Подъезд, что там. Украл мелодию я, как понимаете, у Александра Васильевича Городницкого была очень популярна у нас почти, что гимновая песня «Разгуляйская». Вспоминайте те те же времена, так это все и выглядело. А, два друга. Ну, а как, мы все друг друга потихонечку, да? Иди самому что-нибудь выдумь, попробуй. В снегах и чащах спорятались дорожки, И мы ползем в лесу, как мангавушки, И нам не до веселья немножко. В осенне не совсем погожий день, Здесь вайманы с пуповыми мешками, Здесь плюманы с пляшевыми башками, Полковник, все страдающий кишками, Надо сгулять, тащиться им не лень. Последний слет в году среди сукровов, На этот слет народ идет суровый, Спешит сюда затем послушать, что вы Лихую разухавистую песнь. Песнь Котова, Кожимского еврея, Песнь Капкира, ворона про хиндея, И песнь, что ночью от доски звереля Реет полковник, лбом упершись в пень. Потом к костру, к бреду, шатаясь тени, Влезая в грязь, в кастрюли и в поленья, Ползком и на рогах, и на коленях, Упрямо, как ослы на водопои. А утром зенки с треском проярая, И с тошным матом даря, вглашая, Задачки пьет, туда-сюда гоняя, Но чем вам не клинический запой? Я повторять готов, хотя и трудно, Что жить еще совсем не так уж нудно, Да жить еще совсем не так и нудно. Пока могу я видеть дважды в год Гвоздевый ход с лихими песняками, Столбов в шляпе, святыми парями, Драконы в Сочи, мудрыми глазами И прочий замечательный народ. Не внесли меня тогда в конце, Очень много потеряли. Теперь будете слушать сейчас, да. Уже из перечисленных персонажей Многих с нами сейчас нет, Они начнут лучшим из бюро. Ну что поделаешь, мы их помним, любим. Продолжаю рекламировать вам полковника, Потому что я за разогреве, спасибо вам большое. Уже достаточно, да? Я вас понимаю, я бы тоже ушел, честно говоря. Продолжаю рекламировать выход полковника, Так как я у него, как я тебя представил тоже? Проходи, не стесняйся, не стесняйся. Вы очень стеснительны. Так, я слежу за временем. Сегодня время у нас лимитированное, А вот будут потом здесь концерты проходить, Будет у меня здесь целый концертик. Вот, ну это в прерыве Толя объявится, что ли как? И все неким. Приходим как-то на слет. Один из первых слетов, на котором я побывал, Познакомился с полковником близко довольно. Я в то время начинал активно ходить в горы, В спортивном плане. Водил ребят, Сам уже руководил немножко. А Толик в это время начал завязывать с горами. Я говорю, Толя, я собираюсь в горы, пойдем со мной? Он говорит, да нет, у меня, пожалуй, горная тема позади. Я больше по воде, по песне там. Я говорю, Толя, ну, горы не бросают. Давай, я тебя зову. Хотя бы разок. И с тех пор, значит, открылось второе дыхание. Мы с ним шесть раз побывали вместе в горах. Вот еще один товарищ мой сидит по связке здесь. Здесь тоже неоднократно мы были все вместе. И с Толиком, и с Никитой. Получилось такое у нас братство по связке. Я написал песню, которая отчасти Толику как связнику посвящается. И какой-то был грандиозный фестиваль. По-моему, это был КТП. Кост 79-й или 80-й. По-моему, это был зал ДК за Москворечья. И там, значит, среди большого количества номинантов конкурс был. Пробились мы втроем в финал. И должны были поделить пьедестал. Три человека. Толя Зазновкин, я, и знаете, кто еще? Вероника Аркадьевна Долина. Вот втроем мы пробились и стали сражаться за лауреатство. Как вы думаете, кто занял первое место? Первое место занял полковник. Второе место кто? Второе я, а Долина третье. Ну, конечно, это же был КТП. У меня же таких песен не было. У меня были гораздо лучше. И вот такое, значит, посвящение называется Пижонская. Вот с этой песенкой я стал там лауреатом, конечно. Может быть, она не очень сильно достойна лауреатского звания. Особенно рядом с Толи и с Долиной. Но отражает мое умное настроение той поры. Редко исполняется. Лежат на крючках литники. Съезжают с грохотом лавины. И ждут протянутые руки Передо мной сидит на скалах. И будем мчаться в пустоту. Всем тем, кто не был здесь на зависть. Да за такую красоту. Не жаль, голову оставить. Лежат на крючках литники. Съезжают с грохотом лавины. Ну вот, большинство присутствующих здесь товарищей знают, что такое путешествие. Кто по воде ходил, кто по горам, кто на лыжах, по тайге. А кто ходил, тот знает, что время концентрируется в путешествии, в походе серьезном. Таким образом, что за этот кусочек 2-3-4 недели только ходят. Почти что целая жизнь. В городской жизни года не хватит для таких эмоций, впечатлений. И приключений, которые происходят за этот короткий срок. Вот у нас был такой особенно концентрированный поход. Мы начали его с Гвандры, с Курзука, через перевал Морды, спустились в Сванетию. Прошли по Сванетии, потом там ряд был приключений. На Лексирском кресте Толик попал в эксиденс. Тяжелое, травматическое положение. И нам пришлось на протяжении ряда дней, я не помню, 2 или 3, тащить его с пускательной Лексирского креста вниз. Поход сорвался, вот Никита улыбается. Что смешного? Тогда нам было не до смеха. Но вообще мы проявили исключительное мужество. Мы попали там в страшный шквал, снежный такой, дождевой. Несмотря на это, перевал все-таки мы прошли. Переночевали по пояс в ледяной воде там. Наутро мы встали из дрына, навесили еще 150 метров веревки на южный Читын перевал. Не собираясь сдаваться. Но тут наметелся шквал второй раз, и нам пришлось бежать вниз. Там мы провалили полковника, и пару-трой пудней тащили его до травы. Оказалось, это очень тяжело. То есть мы, конечно, тренировались. Вот транспортировки пострадавшего. Но тренировка – это одно. А когда действительно у тебя поломный человек, хорошо, что нас было шестеро. Потом, когда мы спустились вниз, кто-ли потом поподробнее все рассказывал. Конечно, я понимаю, мазки, как у Карла Макса. Там уже и внизу были приключения. На турбазе с Сино. В общем, Торецев потом поподробнее расскажет о травмоделении. Он вам покажет свои сюрпризы литературные. А я просто спою пару песенок из того похода, которые получились. Не верь, приятель, быстротечность и часов. И пусть проходит бездарное лето. Придет твой день и серым прахом ляжет все. Все канет в леду, все канет в леду. Веселый тут тебя поднимет к облакам. Перенесет тот мир, в котором все иначе. Где одинаковые секунды и века. Где, как протяги, бурые белые, маяча. Пахнул ладони, ляжутся и последних дней. Где нет прохода от всяких дрияний. Где люди движутся, как скопище теней. И дни проходят, как на экране. Зажмишь, приятель, крепче, холодная сталь. Ты будешь первым сто шагов до поворота. На время выплюсь из памяти печаль. Ты бьешь ступени, это важная работа. Веселый труд у грязного меряется с горой. В крустальном цирке с собой тягаться. И стежным зрителям плевать на номер твой. Храни нас, Боже, от миховации. А притяжение резиновый шпагат Растянут нами до последнего предела. Нас ждет награда в больных случаях в ногах. И сон без снов, а с позараку снова в дело. И мы хватаем ледяные, ледяные звезды в дом. Из-за путафорных созвездий южных Мы сеем боль своих забот среди хребтов. И грузим белым покоем души. Мы набиваем кошельки своих сердец. Разбойным золотом надежды и удачи. И покидаем этот проклятый дворец. Где все не так, как у людей. Где все иначе. Браво! Так понравилось, да? Ледовой измежливости. О, нет, нет. Я измежливо. Памяти Миши Хиргиани. Потом? А, нет, не успели. Он уже в шестьдесят восем году погиб. Вот. Не успели. Нигде пересесть. Но было такое потрясение, что в нашем мире горно люди писали об этом песни. В том числе и я. Но я сначала начал писать песню. Думаю, о ком это я пишу? О человеке, который, так сказать, уходит в горы совсем. Мы всегда думаем, да это же про Хиргиани получается. То есть я не нарочно ее писал. Памятник, покоренный царства, Путь твой гирлянда побед. Кто ты в такой нерассказанной сказке Тянется к небу твой след. Тянется к небу твой след. Дом полотняный, очаг и надежда Ветер растяжет пути. Стынет у ног твоих Хаос безбрежный. Что тебя ждет, иди. Что тебя ждет, иди. Солнце парит ослепительной птицей Над бастионами льда. Бравый солдат, Очарованный рыцарь, С чем ты шагаешь сюда? С чем ты шагаешь сюда? В этом краю, где рождаются тучи, Ты повелитель теней. Строй белокрылый голландцев летущих Тает в прогрессии дни. Тает в прогрессии дни. Вечно шагаешь за улыбочной связки Трассы бесчисленных лет. Кто ты в какой нерассказанной сказке Тянется к небу твой свет. Тянется к небу твой свет. Вот, готовимся. Пару песен. Здорово, я тебя люблю. Прошу. Так. Извините, что подглядываю. Ученическая привычка школьная. Вот, а потом мы спустили, значит, к берегам Абхазии. Солнечный Сухум принял нас. Тоже там было много всяких происшествий. Торик расскажет. Удивительные были там события. Знаете, как... Я не буду просто перебивать ему мазу. Он, да, обидит портит. Вот. Ну, просто надо сказать о том, что песня, когда писана по следам, когда мы вырвались из гор, в конце концов, от Субдине мы доехали по изумительному шоссе ослепительному по берегу моря на Сухумы и окунулись там в море. И трехлитровые баллоны вина покупали от Кахетинского по три рубля. В общем, мы там зажили другой совсем жизни. И вот на радость я написал песню. Называется «Размышления на Сухумском пляже». И тут мы оценили жизнь. Вот он мир, вблизи он сер. Плоский блин не слишком ровный. А теперь взлети, попробуй И оставь внизу дома. И рулекся на китах, Синеваты и огромные. И под китами пляшут волны И качают пив по тьмок. Я по морю, по волнам пролетаю, Как спаситель подо мной дрожит и дышит Моя синяя спина. Черный строчкой по воде Хоризон далекий вышит. И на небе чайки бежут Всех знакомых имена. Нет границ и нет застав, Пошлых пошлин мне не надо. От Чукотки до Багдада Я лежу, и мне не лень. Но чуть-чуточку встав, Опускаюсь аккуратно Меж деревьев авокадо На тропической земле. Здесь совсем недалеко В тридесятом государстве На Лазурном океане Из каналов острова Затерялись в меж веков Складом радости пиратских. Царством солнца и купания Не опишешь их в словах. Здесь, в банановых лесах Темнокожие яму лапки Собирают апельсины С ананасовых ветвей. Ляжет ветер в парусах Замьят света шоколадки. Обаятельный мужчина И любвицы якорей. Вот мой мир, мой белый свет, Вот мои родные пальмы. От икона до мурея Я улегся на виске. Никакой вселенной нет. Есть лишь небосвод хрустальный, Вдруг кучи не небо реют. В дочке чая мы вдалеке. В дочке чая мы вдалеке. Ну, сейчас я спою Две нестандартных песенки. Дело в том, что Настал такой момент у нас в разгулянике, Когда товарищи наши стали исчезать. Это был рубеж 70-х и 50-х годов. Такая царила атмосфера тревоги. Раз товарищей нет на слете, Раз пятерых нет. А оказалось, что идет отъезд из страны. Тогда был большой отвал ребят наших. Но никто же об этом не говорил, Не рассказывал. Я послезавтра улетаю в Телянию. Но мы постепенно догадались, Что происходит. И на слетах пошло обсуждение этой темы. Помнишь? Ребят исчезают. И стали мы сочинять всякие песенки на эту тему. Немножко хулиганские, С подтекстом одесским таким, Соответствующим юмором, Который эти товарищи нам и оставили, Улетая из нашей страны. Это же их юмор. Особенно Володя Котов. Тогда тоже написал ряд таких куплетов пространных. На эту тему прощаясь с нашими товарищами. Мы думали навсегда. А оказалось, нет. Оказалось, теперь не можно летать в гости. Но я, увидев эту тенденцию, Что тема отъезда, отвала, Переходит через определенную границу, Решил поставить точку. И написал в стиле Тетя Хайи и Аркаша Северного. Две песенки. Одна песенка про евреи, Которую хочет свалить из СССР, А вторая нет. Человек, который хочет остаться И жить своей патриотической жизнью. Так, сейчас я посмотрю тональность, извините. Вот я подумал, что я такую песню напишу В экстремальном варианте И тема будет исчерпана. Так, тональность у нас, да. Ля минор, а потом севино. Ля минор. Итак, Стиле Кости Веряева, Аркаши Северного И одесских публиков. Дома жмут, дома можно жрать И сено, люди говорят. Мне в гостях мацат пустей Окажется сто крат. Я своим патриотизмом С детства знаменит. Только где моя отчизна, Кто обоеделит? И я в Бердичии родился На подоле роз. В Кишкинёве обженился Вот вам и вопрос. Думал, думал и решил, Что в карту пальцем тул. А он, мерзавец, угодил В заветную страну. Я созвал свою родню И громко заявил, Что чистую вашу маму Я определил. Подаваем заявление, Собираем хлам. Ну, как только разрешение, До свидания вам. Собирались очень долго, Еле собрались. Всё же здесь путь у нас Не в новый Игрус Союз. Всех знакомых обижались, Чтобы в дом занять. Денег твоего мешка набрали Не отдавать. Дядя Бусин-Заморожец Начал избирать, Что кому всего дороже, Стал с собой врать. Сили швейную машину, Муфточку для рук. Харим припёр свою перину, Пылесос, барух. Сара, больше, Обранчик, тащу по мешку. Муся прёт с собой Ларчик, Соломон, кишку. Родинович сверху Вяжет бабушке в комод. И бабуся, дуванчик, Вон, сама ползёт. Всё впихнули, Все у семьи столько Руфу ждут. Дядя Бусин-Заморожец Дехали на ряду Пару бронгов. И блюстители порядка Те справились легко. Вся компания В холодный третий день сидит. Дядя Буся для ООНа Молнию строчит. Против злостных Петтеснений просит нам помочь, Чтоб всех нас поскорее Отпустили прочь. Что же, пусть нас мир рассудит. Может, и пройдёт? Мы в долгу тогда не будем, Мы в ООН придём. Секретарь генеральный Пусть поверит нам. Хоть и Курдон, Хоть и Вальдон, Всё ж, кей тоже хай. Кто постарше, Кто помнит имя Этого генерального секретаря ООН Курд Вальдхайм. Так, а вторая песня Продучит от лица Нашего еврейского товарища, Которого хочет остаться с нами. И на слюте тогда Продучала такая речёвка По этому поводу. Взгляд один на сцену бросьте, Сами всё поймёте. Вайман, Капкер и Заснобкер Всё ещё на взлёте. Итак, патриот поёт. А не хочу в Израиль, А мне туда не надо. Не затянуть меня и пуду шоколада, Я не хочу в Израиль. Вы и сами посудите, И отретьте поскорей. Как прожить-то вы хотите, Когда каждый там еврей Обвешу реки, обмару, Хоть и сам я чуть бархат. Там ближайший, честный, Малый дядька Ясер Арафат. Ох, ах, дядька Ясер Арафат. Ух, ох, дядька Ясер Арафат. Я не хочу в Гребек. Мне и туда не надо. Храпу я видел, Но в живую Канаду Я не хочу в Гребек. Кипнет в лапах монополий, Там миллион людей простых. Ни Лаосов, ни Монголий Нет среди друзей у них. Фильмы всякую гадость скажут, Только тратят ресня. И прохожих храпить, храпить, Убивают среди дня. Убивают среди дня. Убивают среди дня. Я не хочу в Париж. Хоть он Канады ближе. Чего не видел я в загриппанном Париже. Я не хочу в Париж. Там коньяк вонючий, мерзкий, В магазинах продают. А евреям всем известно. Лишь портфель да ворк пьют. В их грязных ресторанах Только пьянка да разврат. И мне подумать, да, штран, Чего там люди пьют с утра? Чего там люди пьют с утра? Чем подбираются с утра? Я хочу сюда. Ведь здесь моя отчизна. Я за нее не пожалею даже жизни. Да я хочу сюда. Здесь леса на соках хмурых, Край суровый, но родной. Близ широкого амура, Ухар в город над рекой. А описать вам не сумею Эти дивные края. Это родина евреев, Значит, родина моя. Это родина моя. Значит, родина моя. Ай, ручей очи, Ручей очи, Ай, брал я воду на чай, Як ромали, Ой, денечевали лей. Помутилася, Ай, смелый разлучился я, Ромали, Ой, денечевали лей. Дай, 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 дай. Ой, денечевали лей. А ручеек, ручеек, Бежит с горы на и скоростном. О, денечевали лей. А ручка по суровым, А охватец лохоскалый, Разлучился я, Зачем реешне, Ой, денечевали лей. Вот что значит настоящая авторская песня. Минимум слов и минимум музыки. Ой, да не будите твердно, мадам молодого, А где вместо полковника, ой, да пока солнышко ромало не взойдет. Ой, да и люба, да любить отчетаны, ой, да пока солнышко ромало не взойдет. Ой, да и любить отчетаны, ой, да и любить отчетаны, ой, да и любить отчетаны, ой, да пока солнышко ромало не взойдет. Хачкирен эти люстры уяга, уяга, чтобы не запачекать чевески дырака. Ой, да не будите твердно, мадам молодого, ой, да пока солнышко ромало не взойдет. Мадам молодого, ой, да пока солнышко ромало не взойдет. Че, полковник, сбежал-то? Сейчас успели. Я хочу просто как продолжение спеть посвящение всему нашему песенному братству. Вот, огромная мафия такая добрая по всему земному шару, сейчас миллионы людей. В 130 странах мира есть клубы бардовской песни, представляете себе? А в Соединенных Штатах, например, каждую неделю проходит сезон 4 слеза. Причем есть огромные фестивали. Восточного побережья, например, или Южная Калифорния. Вот такая зараза расползалась наша хорошая пандемия песенная. И это первое. Второе, да? Да, да, да. Посвящение Толику за злобки на отделе. Пять песен или пять минут? Уж вы меня разодорили, поэтому так и споем. Главный цыган наш. Казахстан ой, да, не вечерняя заря. Крут, тот и яр, обрыв на берегу, Да только я своих коней не берегу. Жизнь лети, хватило только сил, Ведь я судьбы иной у Бога не просил Был рассвет далекие года Мне в его лучах светила синяя звезда И сулил мне тот небесный свет Счастливый юный степленительный расцвет Пестрым вихрем в ночь летели дни Ведь покуда юный, что и верим не храним И в огне любви сжигали мы сердца Хмелее рчались по дороге без конца Звал манил неведомая путь Некогда казалось даже на него взглянуть Где сияя в сказочной ночи Уже тускнели звездные лучи Не клонишь ты в поле трын трава Спотухает очи и белеет голова Непосильным оказался бесконечный путь Сдержи по воде, дай коням передохнуть Сядь к огню доля, ведь годы, годы не беда Спой нам не вечернюю, как в добрые года И подав гитару старую твою Тебе друзья не стройным хором подпоют Ой, да не водите До мэна, мад молодого Ой, да пока солнышко ромалый не взойдет Жизнь прошла, что вспомню я о ней Только скрип колес до моря таборных огней Пляски на вождение да воровской азарт Да черной песною любимые глаза Вспомню друга верного плечо Господи, клянусь я не жалей ни о чем Только вот любовь была мне слишком дорога Да лишь однажды пожалел врага А не надо было этого делать А когда рубинами горят Вспыхнет в небесах моя последняя заря Пролетят пред взором вереницами коней Мгновенья счастья жизни яростной моей А когда рубинами горят Вспыхнет в небесах моя последняя заря Пролетят пред взором вереницами коней Мгновенья жизни яростной моей